В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Депутаты обсудили судьбу городских недостроев. Единая начальная школа в департаменте образования прошло родительское собрание. Свой потиски спектакля в рамках проекта «Везде театр». Далее расскажем обо всем подробно. Судьбу городских недостроев обсудили на первом в этом году заседании думских комитетов. Депутаты выслушали отчет администрации о состоянии объектов на улице Московской, 21, на углу Курчатова и Московской и так называемого в народе синего забора рядом с торговым центром «Плаза». Подробности далее. Самая непростая ситуация сложилась вокруг стройки на углу Московской и Курчатова. Работы здесь были приостановлены еще в начале 2015 года. На данный момент нет и разрешения на строительство, а срок договора аренды истек. Что ждет объект, пока не ясно. Судьбу недостроя решают в области. «Там было три владельца. Один владелец умирает и сейчас решаются наследственные дела. Для этого существует срок полгода. В январе месяце кончается и министерство Нижегородской области будет принимать решение о продлении договора на аренду или прекращении». «Ситуация плохая по этому объекту. Поэтому не будем долго углубляться, но ситуация очень сложная». «Мы давали отрицательные, для Мининвеста отрицательные заключения». Если договор аренды не продлят, застройщик будет должен демонтировать возведенные конструкции за свой счет. А вот в истории с так называемым «синим забором» рядом с торговым центром Плаза, похоже, наметились положительные сдвиги. В свое время заказчик не получил разрешения на строительство, так как предоставил госэкспертизу на проект кафе, тогда как земля была выделена под возведение торгово-развлекательного центра. «Заказчик получил отказ в связи с тем, что госэкспертиза не соответствует заявленному объекту. Был разговор с проектировщиками, кто делал этот проект. Они взяли на себя обязательство, чтобы в ближайшее время этот вопрос урегулировать с госэкспертизой независимой. И, соответственно, по новой нам напишут заявление на разрешение на строительство». Если разрешение будет получено, в ближайшее время за «синим забором» начнутся строительные работы. Еще один объект, который попал в поле зрения депутатов – стройка на Московской, 21. Здесь возводится торгово-офисный центр. Разрешение на его строительство продлено до конца сентября текущего года. Прием документов на зачисление в первые классы начнется в 10 утра 1 февраля. Заявление можно будет подать через портал государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре или непосредственно в образовательном учреждении. Для родителей, чьи дети проживают на территориях, закрепленных за гимназией номер 2, а также лицеями номер 3 и 15, в департаменте образования прошло собрание. В этом году принято решение вывести начальную школу из лицеев и гимназий и перевести будущих первоклассников, которые прописаны в закрепленных за этими школами домах, в центр образования. Благодаря этому нововведению дети из всех школ города, которые будут поступать в первые классы, после окончания четвертого смогут написать экзамены и пройти отбор в статусные школы. Ученики центра образования будут сдавать экзамен вместе со всеми и поступать на общих основаниях. Мы всегда сталкивались с тем, что родители говорили о невозможности поступления детей и отсутствии равных возможностей поступления детей в лице и гимназии, что дети, которые проживают в новом районе, такой возможности не имеют. Вот исходя из долгого анализа, мы поняли, что наиболее оптимальное решение – это вывести начальное общее образование из-под двух наших лицеев и гимназий. Набирать первоклассников в центре образования будут учителя, которые в мае выпускают четвертые классы в лицеях и гимназии. Всего планируется открыть шесть классов по 25 человек. Распределение детей по классам – это всегда было и есть и остается полномочием образовательной организации. Поэтому выбора учителя у нас никогда и не предполагалось. Родители иногда пишут свои пожелания, но еще раз повторяю, что распределение по классам – это только право образовательной организации. Обучать детей в центре образования будут по одной из федеральных программ по учебно-методическим комплексам, которые утверждены министерством. Право выбора этого комплекса лежит на школе. Напомним, прием документов первой класса начнется 1 февраля в 10 часов. Заявление можно подать через портал госуслуг непосредственно в школу или в многофункциональный центр. Документы в центре образования принимают по адресу улица Куйбышева, дом 1. Саровчан приглашают принять участие в проектном семинаре, посвященном обсуждению благоустройства детского парка на улице Сосина. Он пройдет 31 января в 5 вечера в молодежном центре. В рамках деловой игры гостей разделят на команды, которые под руководством профессиональных архитекторов разработают свои предложения. Они будут учтены при составлении заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Саровчан приглашают пройти диспансеризацию. Проверить свое здоровье и по возможности на ранней стадии обнаружить хронические заболевания могут граждане, начиная с 1998 года рождения и далее по нисходящей шагом в 3 года. Диспансеризация включает в себя расчет индекса массы тела, электрокардиографию, флюорографию легких и ряд других процедур. Записаться на диспансеризацию можно по телефону 95512 и в кабинете медосмотров номер 524 первой поликлиники. Главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Игорь Прахов проведет в Сарове личный прием граждан. Встреча состоится 24 января в 320 кабинете здания городской администрации. Предварительно записаться на прием можно 23 января по телефону 97770. С 1 января этого года правительство Нижегородской области проиндексировало доход ветеранов труда. На сегодняшний день сумма дохода, которая позволяет претендовать на меры социальной поддержки, составляет порядка 21,5 тысячи рублей. О том, какие еще изменения произошли в социальной сфере в нашем регионе, расскажем далее. Одним из важнейших изменений в сфере социальной защиты населения стало увеличение размера пособий на третьего ребенка. С 1 января 2019 года при рождении третьего и последующих детей до достижениями трехлетнего возраста родители будут получать ежемесячно более 9 тысяч рублей. Не менее важным изменением стало появление мер социальной помощи при оплате новой графы в ежемесячных обязательных платежах вывоз твердых бытовых отходов. На сегодняшний день у нас будут иметь право не на получение мер социальной поддержки, а на то, чтобы оплачивать эти коммунальные услуги с коэффициентом 0,5. По оплате. Это будут две категории. Это малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане. В квитанциях с кварплатой эти категории граждан сразу увидят сумму к оплате с учетом сделанной скидки. На сегодняшний день на льготу в Сарове могут рассчитывать 618 человек. Еще одно изменение коснется некоторых жителей многоквартирных домов. Изменился перечень категорий граждан, претендующих на 100% компенсации этой статьи расходов. Как известно, у нас по оплате капремонта 100% получают все граждане, кто старше 80 лет. А вот если они инвалиды, они получали у нас 50%. И вот это устранено на сегодняшний день. Также компенсации по капремонту будут получать участники ликвидации Чернобыльской АЭС и участники боевых действий. Как и прежде, компенсация будет начисляться только после оплаты услуг гражданами в полном объеме. Следует помнить, что возмещается 100% суммы только от социальной нормы. Все изменения уже вступили в силу, поэтому гражданам, претендующим на получение компенсации льгот, никаких заявлений в Центре социальной защиты Сарова писать не нужно. Живая музыка, камерная атмосфера квартирника и два действующих героя, с судьбой которых зрители и знакомят артисты Саровского драматического театра. Это экспериментальная постановка по пьесе современного драматурга Ярослава Пулинович «Свой путь». В Молодежном библиотечном центре показали второй эскиз спектакля в рамках проекта «Везде театра». Первая их встреча случилась в 87-м. Героиня Вера печатает на машинке, слушает Аллу Пугачеву. В дверь раздается звонок. На пороге стоит молодой парень-неформал. Они еще не знают, что эта случайная встреча окажется судьбоносной. Текст пьесы «Свой путь» актеры читают с листа, но даже без привычных театральных приемов эффект погружения создается с первых минут. Амавира тоже ничуть не изменилась внешне, но теперь вместо халата на ней длинная разноцветная юбка, в ее волосах плетены цветные косички, а руки полосы увешаны фенечками и браслетами. Звони звонок! Судьбоносная встреча длиной в жизнь происходит под музыку, разную, но отражающую дух времени. На смену «Миллиона алых роз» приходят Джим Моррисон, Виктор Цой, следом хиты поп-сцены 90-х и культовые композиции современных исполнителей. Кавер-версии песен для спектакля сделали и исполнили молодые музыканты из группы «Эшер». Это честь для нас вообще. Мы как дворовая команда вообще, по сути, и поработать с театром. Да еще и пьеса такая вообще совершенно просто невероятная. В рамках проекта «Везде театр» актеры работают в современной драматургии. Оттого и взгляд на постановки свежий и избавленный от классических канонов. Для многих зрителей становится открытием, что театральное искусство может существовать и на фоне звуковой аппаратуры, проводов и гитарных усилителей. Очень понравился музыкальный спектакль и как артисты играли, которые именно говорили. Тоже, знаете, прямо вживаешься и рисуешь себе это, представляешь себя, как картинку кино посмотрели. Ребята молодцы, музыканты, актеры. Ну, это прям какой-то глоток свежего воздуха вот в таком театральном творчестве. Следующий эскиз спектакля по современной драматургии в рамках проекта «Везде театр» покажут уже в марте. Солисты вокальной студии «Звездопад» Дворца детского творчества выступили на международном фестивале «На вершине искусства», который проводится в рамках проекта «Душа моей Родины». На конкурс съехались артисты со всех уголков России и ближнего зарубежья. Наш город на фестивале представили пятеро солистов. Подробнее о результатах саровчан расскажем в следующем репортаже. Алина Тавторкина на конкурсе «На вершине искусства» исполнила две композиции «Замок из дождя» и песню на английском языке «Этласт». По итогам фестиваля она стала лауреатом второй степени. Еще трое воспитанников вокальной студии «Звездопад» Екатерина Торопова, Алина Туркина и Егор Вдовин стали лауреатами первой степени. А Милана Маклакова завоевала диплом лауреата второй степени. Готовились к конкурсу юные участники несколько месяцев, а на выступлении их поддерживали самые близкие люди. Со мной ездила моя мама, которая ездит со мной на все конкурсы, даже если у нее работа. В конкурсе на вершине искусства принимали участие лучшие коллективы со всего мира. Их оценивала компетентная жюри – известные педагоги, практики, доценты и профессора ведущих вузов России. Каждый раз на конкурсах для себя мы получаем, во-первых, мало того, опыт. Мы еще как бы анализируем свои выступления, после этого и анализируем выступления других детей. Вот в этом заключается наша цель, чтобы себя со стороны потом посмотреть и сравнить себя с другими. Сегодня воспитанники вокальной студии «Звездопад» готовятся к очередным конкурсам и фестивалям, которые пройдут уже весной 2019 года. 21 января в Саровском драматическом театре покажет спектакль «Мизери» с участием народной артистки России Евгении Добровольской и заслуженного артиста России Даниила Спиваковского. Спектакль поставлен по одному из самых ярких психологических триллеров Стивена Кинга. В основе его сюжета лежат отношения двух героев – популярного писателя и его поклонницы. На театральной сцене роман Стивена Кинга приобретает новое звучание. Это захватывающее сочетание остросюжетного триллера и психологической драмы. Начало спектакля – 18.30. Билеты в кассе театра. К другим новостям. Зима в разгаре, и это самое время покупать новую шубку. Тем более, что в Ледовый дворец с выставкой-ярмаркой своих изделий приехала Кировская фабрика «Зимняя сказка». Всего несколько дней у вас есть возможность приобрести шубку из качественного меха с ощутимыми скидками. Классическая норка и демократичный мутон, теплый енот и стильный кролик Рекс. Более тысячи изделий из натурального меха представлены в Ледовом дворце на ярмарке «Зимняя сказка». Приобрести шубку или куртку со сказочными скидками можно 21 и 22 января. В этот раз для вашего города у нас специальное предложение. То есть вот такую норковую курточку можно приобрести по цене всего лишь за 27 тысяч рублей. Данную курточку из мутона по смешной цене 7 тысяч рублей. Также на нашей выставке есть и старые акционные приложения. Курточку из кожи можно приобрести по цене 4 тысячи рублей и вот такую курточку из халфайбера по цене за 1 тысячу рублей. Натуральная шуба согреет вас в самые лютые холода, а ассортимент моделей на выставке «Зимняя сказка» позволит вам выбрать изделие по душе. Цены на мутоновые шубки здесь начинаются всего от 7 тысяч рублей. Это самый доступный мех, но при этом стильный и ноский. Современные технологии выделки позволяют шить модели, которые отвечают всем модным тенденциям. Необычный крой, различные расцветки, отделки рукавов и карманов удачно выделяют шубы от «Зимней сказки». Норковые шубы – это уже не просто пальто на зиму. Это удачное вложение средств. Прослужит такая шубка вам долгие годы и при этом никогда не выйдет из моды, потому что изделие из норки – это вечная классика. Шубы из чернобурки и енота для тех, кто любит очень теплые изделия. Модели автоледи для тех, кто передвигается на автомобиле и мечтает о короткой шубке. А еще шубы-трансформеры. Покупая одно изделие, вы получаете сразу три. Традиционно на выставке «Зимняя сказка» большой выбор курток из ака кожи и холофайбера, меховые жилеты, а также огромный ассортимент головных уборов, меховые варежки, домашняя обувь и сувенирная продукция. На нашей выставке представлен как наличный, так и безналичный расчет. Есть кредит на выгодных условиях. Для удобства покупателей на нашей выставке присутствует наша внутренняя рассрочка фирмы. И за наличный расчет в зависимости от модельки мы делаем скидочки до 50%. «Зимняя сказка» в Ледовом дворце 21 и 22 января с 10 до 19 часов. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин